За последнее время, можно говорить о 20-летнем периоде, в экономике сложился определенный перекос, связанный с приоритетами тех или иных профессий. И очевидно, что ситуация сложилась таким образом, что наиболее востребованные оказались профессии типа специалистов в области финансовой сферы, в области банковских институтов, экономисты, юристы. Что отражало неизбежные процессы, связанные с падением престижных инженерных позиций, с одной стороны, связанные с низкооплачиваемыми ставками в этом секторе, с другой стороны, отсутствием определенного престижа. Поэтому на сегодняшний день, когда промышленность возвращается на рельсы, связанные с внедрением более современных технологий, ощущается фактор того, что у нас в стране ярко выражена нехвастка соответствующих специалистов. Особенно в отраслях, которые требуют глубоких знаний и навыков. Поэтому вопрос профессионального образования на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным. И я думаю, что многие компании сегодня решают это вопрос путем создания внутри корпораций разного уровня систем подготовки профессиональных кадров. Начиная с аналогов профессионально-технического образования, техников, инженерных институтов и университетов и кончая предпринимательскими программами, которые можно проводить в области параллели с бизнес-школой или же создания инженерных высококлассных образовательных центров. Ну, собственно говоря, здесь напрашивается параллель с проектом Сколково, который создает Сколковский университет науки и технологий, который будет сосредоточен на подготовке как раз людей, с одной стороны, обладающих фундаментальными знаниями, а с другой, навыками коммерциализации результатов своих исследовательских деятельностей. Нам бы очень хотелось, чтобы, с одной стороны, престиж был поднят, и это было авторитетно быть в обществе исследователем, ученым, а с другой стороны, и была адекватная система материальной компенсации. Нам бы хотелось, чтобы люди в этой отрасли научились зарабатывать деньги. Иначе у нас бы вряд ли что получится.